Друзья, привет вам из Вильнюса, Литовская Республика Был вот в том здании, видите, там написано Литовская полиция был там по паре дел Связанным с любимыми нами, с вами, азербайджанцами И сегодня я хотел обсудить интересную тему Тема про критическое мышление Которая отсутствует у большинства жителей Армении, как ни странно А хотелось бы, чтобы присутствовало Знаете, что такое критическое мышление? Ну, кто знает, не подсказывайте Я сейчас кратко объясню Приведу вам хороший пример Значит, как-то раз, будучи в Ереване Я встречался с друзьями, с ливанскими армянами Ну, знаете, ливанские, западные армяне Немножко другие, не такие, как вот ереванские Ну, что я вам рассказываю, в общем, понимаете Другой менталитет И я попытался блеснуть своим знанием арабского языка А откровенно говоря, я всегда думал, что я, ну, так Могу объясниться на какие-то базовые темы Когда-то я его изучал Вот, и поскольку с ливанскими и сирийскими армянами Могу говорить только на английском Я решил попробовать еще и, значит, на арабском Они меня очень внимательно все слушали Я о чем-то там говорил Они меня внимательно слушали И говорят Слушайте, у вас такой замечательный арабский язык Я говорю, ой, спасибо, спасибо Но, говорит, вы не могли бы то же самое повторить на английском Если вам не сложно Ваш арабский замечательный Но мы просто ничего не поняли Ребят, понимаете прикол? Они настолько корректны, настолько вежливы Что они не хотели мне показать Что мой арабский язык В общем, полная задница Грубо говоря Как бы при этом сказали бы, например, армянские армяне А сразу бы сказали там Стали бы смеяться Даже по-дружески, даже вот с уважением С одной стороны вроде бы сказали О, какой молодец, условно говоря, знаешь, баров дзес И ты знаешь, нура калюцун, какой ты, господи, молодец А с другой стороны, сразу бы дали понять, что нифига ты армянский не знаешь И, короче, не выпендривайся Ну, вежливо, но дали бы это понять А эти люди, они меня слушали минут 15 Прежде чем в максимально корректной форме мне объяснить Ну, мягко говоря, мой арабский хромает на обе ноги Я сейчас объясню, к чему я это все рассказываю Я заметил, на Западе, например, не принято делать какие-то категоричные заявления Что позитивные, что негативные Вот никто, например, не говорит однозначно Вот этот человек такой, а этот человек такой Вот, например, в Ереване может быть ситуация Садитесь в такси, таксист на вас смотрит, видит турист И однозначно заявляет Никол, турок И, знаете, вот западный турист, он, в общем-то, не знает, как на все это реагировать Однозначные категоричные заявления К тому же, носящие такой негативный оттенок Они вообще не приняты То есть на Западе так не делают И не только потому, что там могут суд подать за клевету Ну, я имею в виду не на уровне болтологии в такси А вот просто вот если где-то что-то такое говорить Типа того, этот турок, а этот берет взятку, а это это Вот, понимаете, так-так не принято Кстати, я вот долго учился Вот в ходе своих поездок в Европу, в Америку, встречи с политиками Я заметил, никто из них никогда не говорит ничего вот прямо А знаете, почему не говорит? Даже если он в чем-то уверен на 100%, он все равно прямо это не говорит А он говорит обтекаемо Ну, например, я считаю, что агрессия против Украины несправедлива Он не говорит однозначно, нападение на Украину это преступление Не-не-не, так они не говорят Даже если он так считает А не говорит он это потому, чтобы его не поймали на слове Чтобы его не обвинили в том, что он делал какие-то заявления Справедливые заявления, несправедливые заявления Но в любом случае, он будет действовать определенным образом, как он считает нужным Но никогда прямо об этом не скажет И в этом, знаете, кстати, очень много есть разумного зерна Кстати, могу вам привести интересный пример Значит, в Израиле у меня есть друг Известный адвокат, Ави Аптекман его зовут Можете погуглить, Ави Аптекман Если там в Израиле что-то вас такое интересует Вот, значит, человек в теме Лет 10 назад Кто-то в интернете написал В ответ на его интервью По телевидению Кажется, это был израильский 9 канал О чем-то он там говорил, даже не суть о чем Какой-то человек, ну, известный блогер Значит, написал в интернете Этот Аптекман Как его назвал? Он его назвал клоуном Значит, что якобы он клоун Этот Аптекман Подал на него в суд Сделал распечатки Подал в суд И выиграл примерно 13-14 тысяч долларов 35 тысяч шекелей Сделалось очень просто Если ты человека называешь клоуном Докажи, что он клоун Представь документы Я серьезно сейчас говорю без прикола Что он заканчивал клоунские курсы Что он работает в качестве клоуна Понимаете, любое заявление, которое вы делаете И если это заявление наносит вред человеку Ну, вот смотрите Вот, например, если я возьму Там и брошу какую-то бумажку сюда То, получается, я мусорю Вот, понимаете Сказать что-то и не доказать это Тем более, если это что-то негативное Это вполне себе преступление Административное Но зависит от заявлений Если это заявление ваше носит Ну, какой-то агрессивный оттенок Призывающий к насилию против кого-то То это уже уголовное право Административное А не административное Вот К чему я, собственно, говорю Вот в Армении Как и в многих постсоветских странах Нету понятия критического мышления То есть люди Говорят вот то, что Знаете, говорят Вот что у умного на уме То у пьяного на языке Но тут дело не в пьяных Дело, что у умного на уме То у простого армянина на языке Ну, сейчас, Армении, не обижайтесь Точно так же Я в России живу, в Таджикистане Ну, язык длинный у всех Просто люди не привыкли отвечать за свои слова И люди даже не понимают Они даже не понимают Что делая какое-то вот Негативное заявление против кого-то Этому человеку может быть нанесен определенный вред При этом Заявление может не соответствовать реальности Например, в Армении Принято друга поливать грязью Этот турок Этот предатель Этот взяточник Ну, понимаете За всем, что вы говорите Вы должны иметь Папочку с документами Если вы эту папочку с документами Не имеете Вы преступник И абсолютно не важно Даже если вы на 100% уверены Что вы правы Но у вас нет доказательств Значит, вы не правы И вот этого понимания нет Вообще, я Ну, по мере сил Я не утверждаю Что я какой-то там Святоша Какой-то И несу свет Дремучим армянам Не дай бог Я абсолютно не считаю Армянский народ дремучим Но, знаете Есть какие-то моменты Вот просто хочется В чем-то В чем я что-то понимаю Поделиться опытом Поделиться опытом Что надо отвечать За свои слова Я, кстати, подумал Что, наверное В ближайшее время Я начну отслеживать Какие-то публикации Какие-то заявления В мой адрес И подавать в суд За клевету Дело не в том Что суд присудит Он может присудить мне 10 тысяч драм Эту компенсацию Которую мне все равно не заплатят Дело не в этом Дело в том Что надо вот всем Кто делает такие заявления Ставить на лбу клеймо Знаете, кайного метка Так, хлоп Вот сюда на лоб Клеймо Условно говоря Пиздун Ну, простым русским языком И вот с клеймом Пиздун После этого Чувоку разрешается В общем-то Все, что угодно Он может говорить Все, что хочет Но решением суда Доказано Что он информацией Не владеет Ничего не знает Просто Бла-бла-бла Это очень важно Кстати, вот для этого Я подавал суд Во многом на Азербайджан Я открыл счет В Арцахбанке Знаю приказ Что они все равно Платить ничего не будут Этим я им дал пощечу Но самое главное Сейчас вот на лбу Условно У Алиева Стоит печать Убийца Садист Который замучил Журналиста Проиграл суд Должен выплатить компенсацию Не выплатил Бегает От судебных приставов Кстати, в прямом смысле слова В какой-то момент Подойдет Значит, ситуация Это долгая бюрократия К тому, что Будем пробовать Накладывать аресты На азербайджанские имущества Чтобы взыскать 30 тысяч евро Смешно, да? Ну, для нас С вами большая сумма Государственного става Смешно То есть, они идут на принцип Но мы тоже идем на принцип Но самое главное Что я документально Зафиксировал Азербайджанцы Болтуны Ни за что не отвечают Международное право Не признают Но сами, в свою очередь Признаны убийцами И садистами Вот для этого делается Теперь Возвращаясь к Армении Любой человек Который Наносит вред Вашей деловой репутации Который Доставляет вам дискомфорт Просто даже дискомфорт Например, кто-то сказал Что вы Я не знаю там Балабол Допустим, вы балабол А вы, например У вас работа связана с тем Что Ну, например Представим, что вы врач Вы зубной врач Дантист И какой-то человек В интернете пишет Что вы пустой балабол И вы не умеете лечить зубы Он вам наносит вред То есть, если этот человек Имеет хоть малейший вес в обществе Даже если у него 100 человек подписано В интернете Уже какой-никакой вред Если этот человек Просто, так сказать Блогер известный То он наносит совершенно конкретный И материальный, и моральный вред Надо подавать в суд И чем больше судебных исков Выигранных против этого человека Тем больше На лбу у него будет печати Трипач, трепач, трепач, трепач Трипач, врун, колеветник Трипач Но это все надо фиксировать Пока вы все это не фиксируете судом Ничего не доказано Это ваш спор с ними С теми, кто вас обидел Оскорбил И поэтому Я решил эту тему попробовать прокрутить Во-первых, потому что мне интересно Как работают армянские суды По гражданским вопросам А во-вторых Вот допустим Какой-то человек мне пишет Ты шпионт, агент Мусада Я подаю в суд И суд просит представить документы Мой трудовой договор с Мусадом Например О том, что я получаю какие-то деньги Через кого получаю То есть его адвокат должен будет в суде Доказывать, что я являюсь агентом Мусада Ну, естественно, что ничего представить не может Суд вносит решение о клевете И назначает какую-нибудь там компенсацию И с этим, кстати, можно очень позабавиться И поприкалываться То есть просто пачками подавать на разных людей Которые просто несут глупости Ну, конечно, я тут буду учитывать тот фактор Что не каждого болтуна нужно пиарить в интернете Потому что, допустим, сидит какой-нибудь там Ну, непонятно, кто какой-то там Вася Ашот, Карен, неважно кто И про него знать никто не знает И вдруг целый лапшин на него подают в суд Все думают, вау Это примерно как было, когда Эль-Хам Алиев Стал за мной гоняться и посылать за мной президентский самолет То есть он меня пропиарил на весь мир А сам себя как бы унизил Ну, думаю, господи Президент опускается до уровня какого-то блогера-путешественника Который с рюкзаком ездит по миру Вот я тоже не хочу сделать какому-то дуракую рекламу То есть я буду искать тех людей, которые имеют Ну, хотя бы минимальный какой-то вес в обществе Журналист, блогер, какая-то общественная фигура И лупить судебными исками И посмотрим, что из этого получится Я просто хочу создать несколько прецедентов Это будет и прикольно, и забавно И для всех полезно В принципе, все, что я хотел сегодня сказать Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok